Сегодня на обзоре две банки. Это банка штатная ТГПА и газоразгрузочная банка от фирмы БРТ. Будем пробовать на двух автоматах. АК-200, аналог АК-74 только в обвесе, и АК-205. Это тот же АК, только укороченный ствол. Длина его 314 мм. Подписывайтесь на наш канал в телеграмме Диван и спецназ. Смотрим. Автомат АК-200 без пламя-гасителя. Сейчас будет очень красиво. АК-205 с коротким стволом без пламя-гасителя. Смотрим. Все живы. Боеприпас 7Н6. Автомат АК-200. Длинный ствол. Со штатным пламя-гасом. Короткую очередь. Очередь короткую. Автомата АК-205. Короткий ствол. Патрон 7Н6. ТГПА-2. Смотрим. Загон. Короткие две очереди. Еще. Все, стоп. Автомат АК-200. Боеприпас 7Н6. ТГПА. Штатный. АК-205 с коротким стволом. Банка ТГПА. Боеприпас 7Н6. Следом пробуем боеприпас 7Н6. После 7Н10. Банка БРТ. Закрывай. Давай очереди короткие три. Автомат АК-205 с коротким стволом. Банка БРТ. Боеприпас 7Н6. Вывод. При использовании банки ТГПА много пороховых газов и грязи летит из-под крышки ствольной коробки. Хотя крышка ствольной коробки отличается от АК-74 тем, что она закрытая тут. При использовании газоразгрузочной банки вспышка была большая. Но стрелку в лицо ничего не летело. То есть ему было комфортно стрелять как одиночными, так и автоматической очереди. Выбор за вами. Какую банку брать. АК-74ittä. М grandfather, я думаю. Нет. Нет. Теперь